Всем привет, друзья! С вами Amway921, и, наверное, многие из вас в курсе уже новости, которая была вчера, о том, что Na'Vi больше не Na'Vi. То есть танковая команда из игроков больше не будет играть под брендом мультигейминга Na'Vi, у них закончился контракт, который продлеваться не стал. И всем интересны подробности, что случилось, почему и что будет дальше. И поэтому попросил Диму Делюкса, менеджера команды Na'Vi в прошлом, рассказать, пролить свет на всю ситуацию и ответить на мои вопросы. Привет, Дим! А, привет, Паш! Ну, в общем, есть инфа, что НАТО с Винсера, как киберспортивная организация, отказалась от направления... Ты в курсе, да? Подожди, я думаю, что мне люди сегодня пишут в ВК, надо проверить. Ну и вот, в общем, отказались от танков, и вопрос у всех. Во-первых, что будет с вами с игроками, во-вторых, киберспорт танков, всё, рипнулся. И, в общем, какие у вас у всех дальше на это всё планы? Давай по порядку, темы разжуем, всем интересно, даже мне. Ну, во-первых, что, на чём? Програков спросил, наверное, про первые ответы. Да, во-первых, почему Na'Vi свернули танковое направление, и как они вообще сейчас в целом, не бомжуют ли там и тому подобное. Ну, то, что, если кто-то думает, что Na'Vi бомжует, я думаю, немножко люди ошибаются. Вернее, как я немножко больше других знаю, то есть всё нормально, в порядке. В КС ДОТ активно играет, не всегда всё получается, но в целом всё уже здорово. И по поводу, почему отказались, ну, не секрет, что давно-давно-давно все уже, организации отказались. И только Na'Vi успешно поддерживали свой танковый состав. Вот, то есть мы играли, участвовали. Ну, не секрет, что давно уже Virtus Pro ушли, там пробовали Pentasports, пробовали Hellraisers, которые тоже отказались, потому что им неинтересно было. Потому что выхлопа нет от танковых турниров. Очень мало турниров. То, что мы говорили, не знаю, года три, но вот как-то нас, не знаю, не прислушивались, уменьшали количество турниров. То есть, я помню, 12-й год, когда мы там были, сколько, ланов, наверное, 7, 8, 10, я не знаю, огромное количество мы играли каждую неделю. Ни на что времени не хватало, но это было клёк, потому что дофига турниров, это здорово, это киберспорт. У тебя 4 лана в году, это не киберспорт. Ну, то есть, профит кибергейминга, это в том, чтобы как можно больше событий, чтобы вас как можно больше показывали, чтобы вашу одежду обвешать логотипчиками и продавать это всё. Результат вторичен. Главное, приезжать на ланы, где много камеры, где много зрителей. Ну, понятно, да, то есть, как бы это же бизнес, да, то есть, для организации, для организации. Главное, чтобы логотипы организации светились, чтобы логотипы спонсоров светились, чтобы спонсоры сами приходили и платили те же самые деньги, ради которых организация затевает. Ну, для многих просто не секрет, что кибергейминг, это не ради призовых затевается, а ради спонсоров. Многие думают, что там много процентов игроки отдают. Ну, проценты фиксирования всегда есть, но это не основной доход. 90% дохода — это деньги от спонсоров. Даже больше. 90% дохода. Вот. Соответственно, главное, чтобы были турниры, чтобы всё красиво, зрители, столб, стадионы. Ну, в общем, всё было здорово. И движуха, и так далее. А движухи нет. Такой застой последние 2-3 года. Хотя, надо сказать, формат-то уже очень интересный, и я с удовольствием и смотрю, и играю. Ну, вот, турниры затухли, а турнир — это основной. Ну, а ты вот так говоришь уже, то есть для тебя это не секрет, не удар, ты не узнал об этом вчера, да? Об этом уже давно, как я понимаю, да, была инфа у вас внутри? Да, это даже до гранд-финала произошло. Нам сказали об этом, может, во время гранд-финала. То есть, так получилось, что вот наш директор поговорил с товарищем небезвестным Корнышевым. Видимо, всё понял по ближайшим перспективам на год. И было принято волевое решение, что вот такие вот дела. До свидания. Это был ещё до гранд-финала, да. Ну и вот, давай вот второй вопрос. Вот, допустим, ну, как бы брендинга вашего Navi не будет, пока мы обсудим там, что-то будет дальше, чуть позже. Но, как считаешь, вот они все новые форматы, всякие там эти туда-сюда, две базы, это всё будет продолжаться, или рано или поздно всё-таки затухнет, и это вот уже последняя ласточка, ушедший кибергейминг, большой из киберспорта в танке. Ну, наверное, последняя ласточка, то, что последняя организация покинула поддержку, поставила поддержку киберспорта танкового, да. Вот, это, наверное, вот эта ласточка. А так, турнир-то не кончится, если турниры будут проводиться, сейчас будет разрабатываться новый режим, уже идёт разработка активная, в неё увлечены будут, в том числе, игроки. Вот через буквально полторы недели мы едем на Кипр, мы это игроки из разных регионов, ну, в основном менеджеры, то есть, по организационной части. Это СНГ 4 человека, с Европы 3 или 4 человека, ну, там, в общем, с каждого региона по несколько человек. Ну, раз мы едем на Кипр, это получается внутри-вгшный новый проект. Да, естественно, внутри-вгшный, то есть, картошка не оставляет этот вот этот весь проект, то есть, она хочет сделать киберспорт. Вот, как там, что будет, поживём, увидим, то есть, главное, чтобы наши усилия были не напрасны, потому что, в последний раз, когда мы участвовали в таком вот, в таком саммите своеобразном, да, мы изменили формат с 7.42 на 7.54, ну, 7.54 был проходной, но это не важно, для того, чтобы сдвинули на атаку-защиту и на более активную игру, вот. То есть, я думаю, все это помнят, вот, 7.42, да, ужасно стояло, ну, то, что хочется забыть. А потом перешли, когда на более активную, когда ездили все на ЛТшках, это было клёво, интересно, смешно. И зрелищно, самое главное, вот. Это то, что удалось добиться, благодаря разработке с игроками. Вот. Если сейчас это произойдет удачно, то, я думаю, что можно ожидать новых интересных турниров. Какой будет формат, какие правила, пока трудно сказать, поживём, увидим. То есть, я думаю, что где-то вот, через месяц уже что-то можно будет сказать, когда уже будут проекты обработаны по турнирам. То есть, работа ведется, киберспорт пока еще пытается не сдохнуть, там, наш танковый. Наверное, хорошо. И вот, как раз, возвращаясь к вопросу об игроках, игроки никуда не денутся, все играют в танки, стримят активно. Вот. В зависимости от какого-то режима, формата, будет понятно, что там делается там, замены, не замены. Вдруг там, Катуш скажет, будем играть 3 на 3. Катуш скажет, давайте играть 5 на 5. Да, то есть. То есть, от этого. То есть, если оставить 7 на 7, может 15 на 15 сделать, тоже проводили же, абсолютно, чтобы, как говорится, более массово, чтобы... Ну, те люди, которые играют в ротах, те люди, которые играют там, АГК и так далее, ну, креп и так далее. Ну, то есть, вот этот гранд-финал, он был последним, и следующий уже начнется в той разработке, которую в итоге придумывают, да, вот там, в Канакико? Я думаю, не, ну, смотри, как бы, у Гранд-финал это было четвертым по счету, и вот первый был 7,42, и вот этот вот, который последний 7,8, да, то есть, это все как бы один гранд-финал. Я думаю, что следующий, так, гранд-финал тоже будет. Просто в каком режиме, бог его знает, как там получится. Очень хочется, чтобы все было здорово, интересно. И интересно, чтобы было смотреть, и чтобы играть тоже было хорошо. Ну, и последний, наверное, вопрос, последний, а такой один из главных. То есть, вы все, вся ваша команда, ну, уже будете называться другим каким-то, возможно, словом, но все остаетесь, все будете продолжать участвовать в киберспортивном танковом замесе, да, непрерывно продолжать без всяких там потерь, изменений. Я думаю, что все останутся, ну, надо, все как бы остались, да, в команде. То есть, все зависит от формата, все упирается в формат. То есть, количество игроков, а между другом, там, 15, да, сделать, 15 на 15, да, да, тогда, значит, нужно кого-то искать, да. Ну, понятно, понятно. И новое слово, Дим, которым будете называться, известно или типа того? Это пока секрет. Слово секретное, вот. Слово не воробей? На самом деле, что? Слово не воробей, как говорится. Слово не воробей, да, то есть, Red Rush, как говорится, не поймаешь. Red Rush, кто помнит, жми, жми лайк. Это опыта радует наших болельщиков, потому что у нас огромная армия болельщиков, много народу сегодня писали в ВК, поддерживали активно, то, что состав и так далее. На самом деле, состав-то не распущенный, ребят. Просто у команды будет другое название, то есть, ребята никуда не делись, команда все так же есть, готовы тренироваться. Нужно просто узнать, какой будет формат, начать тренироваться, снова все выигрывать. Так что, большое всем спасибо за поддержку, я считаю, что изменения не только на пользу пойдут. То есть, это все, это, например, формат, все вынужденные меры, необходимые и правильные. Но, Дим, еще вот смотри, какой момент. Мне тоже интересно, думаю, многим, напоследок. Вот кибергейминг, это не только бренд и рекламодатели, которые на ваших маечках нарисованы, это еще и некие деньги. То есть, сейчас, если этого не будет, а этого практически ни у кого не осталось, сейчас все деньги, которые можно зарабатывать киберспортсмену, на них жить, на них отказываться от какой-то занятости другой, ну, в общем, полностью себя посвятить этой профессии, то откуда они будут все браться, эти деньги? Эти деньги сейчас будут только от ВГ поступать, иначе никак. То есть, есть ли какие-то компенсации, когда уходит кибергейминг, игрокам, чтобы они продолжали работать? Ну, типа баблишко дают? Вот такой своеобразный вопрос. То есть, есть только призовые. Только призовые? Если у команды есть какая-то организация, либо спонсор, например, у Торнадо, то есть, остались только спонсоры. Вот есть Торнадо, слава богу, что они здесь, что они поддерживают киберспорт. Это очень хорошо, что они там могут платить зарплату, что ребят могут себе позволить сидеть, играть в танки, зарабатывать этим деньги, и больше, в общем-то, ничем не заниматься. Ну, какой-то медийкой еще, потом как мир занимает. Вот. Здорово. И я думаю, что этих спонсоров будет больше. Вопрос в том, какой режим, что придумает Wargaming для того, чтобы как-то привлечь новых спонсоров, может быть, вернуть организации, интерес игроков. То есть, нужно что-то такое сделать, что-то такое интересное, новое, хорошее, и тогда и как-то деньги появятся. Ну, в общем, это все. Или придется на голом энтузиазме, как мы когда-то, в 2011 году, играли эти турнирчики, там, 100 евро, 400 евро. Ну, сейчас же ты уже слишком стар для такой фигни играть на голом энтузиазме. Не надо полить контору. Спасибо, Дим, что ответил на самые, наверное, животрепещущие вопросы. Надеюсь, зрители все узнали, что, ну, просто меняется флаг, все игроки остаются, киберспорт остается. Возможно, будет меняться, возможно, ну, невозможно, точно будет меняться, и дай бог, чтобы в лучшую сторону, чтобы нам было всем интересно. Поэтому поживем, увидим, и желаем коллективу Deluxe, уж не знаю, как его там называют, секретным словом Red Rush, желаем удачи, успехов. Red Rush, Na'Vi. И надеюсь, да, в ближайшее время будут какие-то новые известия, и всем будет любопытно об этом всем узнать. Спасибо, Дима. Спасибо, Паш. Всем счастливо, пока. Жмите лайсики и подписывайтесь, друзья, на канальчики. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова